Привет, народ! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И как я вам обещал, мы начинаем наш тихоокеанский трип. Поэтому приготовьтесь к нашему путешествию. Мы сейчас находимся на Лас-Перлос и выходим в сторону Маркес. Нас ждет 4000 морских миль. Погнали! Так, вот мы выходим уже с островов Лас-Перлос. Кто не знает, это Панама. И на вот направляемся курсом на Галапагоса. Последние острова, которые спереди у нас, это Исла Педро Гонзалес. У меня, кстати, был выпуск про него, я вам его показывал. Мы сейчас за ним поворачиваем направо и проходим уже на открытую воду, на открытую акваторию. Погода у нас солнечная, ветра нету, мы моторим. Так что у нас будет? Завтрак. Что на завтрак? Вкусная шара. Выглядит как будто это будет вермишель. Короче, Дина неразговорчивая. А в раковине у нас... Ой, мамочки, какая вкуснотища. В общем, будет какой-то сейчас завтрак, я уверен, уверен. А этот неразговорчивый человек делает его сейчас опасно. Хорошо, когда есть в переходе интернет. Великолепно. Так, и так после еды, как у нас происходит мойка посуды. Все загружается в посудомоечную машинку. Берется такая вот таблетка, бросается куда-нибудь там, неважно куда, сверху. Закрывается, включаем, выбираем программу. Вот у меня здесь идет доэкономия воды. Вот это вот. 0,6 киловатта. Нет, что будет это? 75 минут, 0,6 киловатта, 5,8 литров. Все, погнали. Не надо мыть посуду руками. Мы сейчас въехали, здесь Water Turbulence, посмотрите. Это встречается вода, которая идет с Тихого океана и та, которая идет вокруг здесь Панамы. То есть, как в любом проливе, такое очень часто встречается явление. Но это локально, то есть мы сейчас пройдем, этого не будет. Мы решили на ходу поставить Старлинг. И вот сейчас я буду сверлить четыре дырки, чтобы он прямо четырьмя ножками встал туда, куда надо. Вот нога, будем ставить ее. Тебе дать карандаш? Нет, пока не нужно, я потом по месту буду сверлить. Лок, готов? Да. Не уроните там только. У меня? Хопа, есть. Да? Великолепие. Все, можно дальше читать новости? Сейчас, подожди. Сейчас его надо включить. И можно будет дальше читать новости. Но, какое великолепие, а? Мы идем здесь. Такие волны огромные. Я не знаю, как обычно, на камеру их не видно. А здесь у нас стоит и работает Старлинг. А у нас здесь, что это такое? Мамочки, какой уют происходит. Извините. А теперь я знаю твой пароль. Мамочки, что здесь такое происходит великолепно? Оливье. Будет Оливье? Оливье. Чтобы было вкусно. Свинобланто. Класс. Невозможный уровень комфорта на яхте. Ну, нету ветра, знаешь? Знаю, но тебя даже не видно. Ты просто голос из комнаты. Посмотри, какой великолепный. Да знаю. Вообще классный. Достаточно. А чтобы вентилятор не падал, он закреплен изюмом. И кофе. И кофе. Так, мы сейчас проходим ТСЛ. Это еще внутри вот этого бея де Панама. То есть, у нас два судна проходят. То есть, с этим у нас СПИ 2 мили. А вот тот, который наверху, с ним СПИ миля. Ну, мы, судя по всему, проходим впереди. Так, ну, вот, вот прямо перед ним сейчас проходим. У нас схождение 1 миля. То есть, с хорошим запасом. Ну, кстати, 1 миля, это, ну, достаточно плотно. Ну, хотя, если учесть, что мы идем через ТСЛ, это нормально. Тут трафик большой. Вот он, наш красавчик, мимо проходит. Такой яркий, большой, красивый. Такс. Ну, вот у нас утро очередного дня. Мы все еще моторим. И моторить будем еще какое-то время. Я имею в виду пару дней, скорее всего. Потому что сейчас ветра здесь нету возле Панамы. Погода у нас просто... Вот солнце же отстает. Моя лавка. И там вот тут будет много погодоваться вообще всю ночь или дожди. Вот это у нас осадки. Там где точечка. Это то, где мы приблизительно стоим. Если вот посмотреть в прогрессии, то пока еще какое-то время будут дожди. И потом они проходят. Вот как у нас работает новая система сейчас с электричеством. И все, работает по телам. То есть у нас есть все время 220 вольт на порту. Что очень-очень удобно. Каждое утро я обязательно обхожу лодку и смотрю, чтобы там не валялись никакие болтики, ничего не оторвано было, чтобы все работало нормально. О, у нас тут еще один пальмак. Утренний кофе серости. Ну, зато мы уже в офшоре, в таком случае. Везде одна вода, что мне нравится сильно больше. Похода только. Кого-нишка. Ну, это, я думаю, через пару дней пройдет. Вон тут, как к нам идет этот дождь опять гадский. Неприятные. А то же капли летят. Здесь стол уже в капельку. Здесь пол уже в мокрой капельку. В общем, сейчас уже все приходит. Какие нарядные с утренним кофе, а? Видно, что сейчас очень холодно и такой арктический яхтинг, да? Балдье! Так, теперь утренняя проверка энергии и топливозапаса. Итак, у нас... Ну, батареи полные, понятно. И 58% у нас топлива. Так, у нас тут погода без изменений. Посмотрите, какая серость и какая гадость, а? Такое впечатление, как будто просто детали на небе выключили. Мы поставили сейчас хедсейл. Он нам немножко помогает, но ветер, он такой, то есть, то нету, то меняется. В общем, пока ветер нестабильный, смысла в парусе нету. У нас сейчас легкий перекус. Вот такая вот великолепная, растворимая вермишель у тебя с чем? У меня рамен. Рамен. Креветки? Да, по-моему, да. У меня... Деф. Короче, деф. Это картон. Это картон. Картон с надписью корова. Это шеф-мол. А у тебя что? У тебя тоже беф. Картон. Деф. В общем, когда качает и когда дует, это самая лучшая еда. Пока ветра так и нет, мы моторим, но мы знаем, что сейчас такой сезон, и так и будет, но смотря какое время. У меня по расчетам полдороги, это где-то около 450 миль, мы будем идти вот так, из которых мы уже 300 прошли. Погода у нас великолепная, тучек нет, потому что тучи реально уже достали. Бьет на голову постоянно. В общем, неприятная история. Но это такая зона здесь, которая идет вдоль Панамы. Половина дороги до Галапагос. Это будет дождевая, низкое давление, такое неприятное. Потом будет попроще, и потом мы уже ложимся на посад и идем прямо на мортезы. Такс, у нас вот топливо 40 процентов, и я думаю, мы сейчас возьмем и зальем сюда топливо по наш полный бак. И так по топливу на 60 процентах мы прошли 360 морских миль. То есть, грубо говоря, там порядка 500 с копеечками миль мы можем пройти на баке. То есть, у нас больше, чем 2 бака, 2,5 где-то бака у нас в запасе. То есть, больше 1000 миль можем пройти. То есть, до Галапагос мы в любом случае дойдем на топливе. Поэтому мы здесь в safe zone. А будем ли заправляться или нет, посмотрим. Потому что, если мы придем, у нас будет там хотя бы пол бака, то смысла нету, мы просто пойдем, потому что на Галапагосах очень большой геморрой с этим, и нужно будет там прыгать с бубнами, чтобы уговорить нас заправить. Доброе утро! Доброе утро! Мамочки, как мы далеко заехали! Говорит, земля где? Ну, в общем, снаружи у нас никаких изменений нет. Кофе будете? Конечно! Великолепно! Традиции! Короче, у меня закончились мои обшорные мокрые сапоги, я решил взять вот такие вот каратыши. Короче, оказалось, это не самое лучшее решение, потому что, как ты не надеваешь штаны, они все равно, ты садишься, они поднимаются, и начинают через верх течь вот сюда вот вода, и у тебя получаются мокрые ноги. Короче, короткая обувь это для влажного пола, но для сухой погоды, когда со штанов ничего не течет, иначе это ошибка. Что это такое? Великолепно! А это что? Незнакомая баночка, да? Да. Пришел хвалить. Сейчас, сейчас, сейчас. Короче, у нас сейчас 4 часа, мы так плавненько подходим к закату, уже скоро будет, ну, не скоро, но уже можно переходить на расслабленный режим. Потому что мы весь день напрягались, а вечером хотим расслабиться. Поэтому можно открыть пиво, у нас сейчас будет такой полный ужин, в смысле, полуопед. А вечером Дина нам обещала приготовить фрай рай. Фрай рай кайдао. Это тайское блюдо с курицей, рис с курицей жареным. Давай, делай нам это. Приятного аппетита! Спасибо. Спасибо. Что ты мой хлебушек снимаешь? Это, наверное, сейчас плохо видно, но вот там вот движется по небу самолет. Обычно вот такие низколистящие самолеты, это может быть какой-то там Хостгард, может быть еще кто-то. Они просто мониторят акваторию. Но с нами пока не связывались, поэтому посмотрим. Они, во всяком случае, облетают по кругу. Может, что-то хотят. У нас есть радио, можно с нами связаться легко. Хостгард явно с такой полосочкой синенькой. Альпийск, которые не связаны. Когда-то в ночах, мы видим, что в ночах, что-то в небе подгоняете. Что-то там есть. За кадр. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за субтитры! Субтитры создавал DimaTorzok 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 И мы чуть не потеряли мачту Потому что мачта начала болтаться И мы аварийно заменили У нас есть аварийные системы Вот такой обжимки Мы заменили и поставили Ну из чего могли Потому что мы сейчас находимся в офшоре Мы сняли систему С нашего штормового И на нем натянули диагональ но так как вот эту вот систему конусную которая одевается на торец я разбирал собирал вернее первый раз то была допущена небольшая ошибка я вам сейчас объясню как это все делается но среди ночи у нас распрессовалась вот эта обжимка ну все слава богу обошлось хорошо но мы очень перенервничали всю ночь там решали вопрос потом общались с нашими друзьями которые нам советовали что надо делать короче мы нашли в чем была причина мы все сейчас собрали и вроде как бы все окей но нервов потрепало за ночь конечно очень сильно ну мы вам это не снимали потому что вы понимаете что совершенно когда решаются эти проблемы не до съемок и это все равно все ночью просто бегают там красные огоньки кричат что-то в общем неважно сейчас у нас стоит эта вся система мы поставили рядом дополнительную веревку на блоках веревка идет и крепится там где у нас идут спрэдерс или краспицы идет сюда и дальше идет и пока находится на утке пока это так теперь давайте вам покажу как работает собственно вот эта вот система которая надевается на конец троса если у вас какая-то проблема и так у нас есть вот такая штука это специально если у вас что-то идет не так вот они нужны вот эта часть верхняя надевается на трос потом трос расплетается сюда вставляется сердечник а вокруг него оплетка и потом вставляется вот сюда и зажимается но проблема в чем мы так и сделали но когда сюда одевается оплетка нужно чтобы она доходила не до конца а загибалась аж за вот вокруг вот этой вот всей цанги и потом вставлялась мы его не загнули и она у нас просто со временем при большой волне соскользнула и сделала нам проблемы короче очень важно чтобы это все собиралась аж вот туда за загибалась а весь сердечник оставлялся в середине вот это вот штука под трос 10 миллиметров вот это сзади такой темный фронт он ползет к нам ближе но проходим он далеко он формируется когда вы там спереди относительно чисто что таки дождь доехал да он никогда не уехал но было чуть-чуть полегче какое-то время 3 дня это вкусно он делает кефир нравится тебе на солнышке греться тропический климат экватора за много загорели теперь надо было деться чтобы солнце знаешь жарко было чтобы остыть уже больно в общем не надо сгорать когда вы видите такую погоду и люди в ней яхтят это значит они наверное сгорели вчера нас другом солнце вот великолепная погода зато видно горизонт так ну у нас этот прямо жуткий дождь прошел ты не намокла? нет у меня попа вне апреля мне не страшно нормально так вот мы сейчас и яхтим то чуть-чуть станет светлее то чуть-чуть станет темнее в общем такое несмотря на погоду у нас ужин по расписанию хотя сейчас не ужин сейчас у нас 15-26 это наверное такой полуужин вот у нас такая вкусняшка домашняя класс котошечка салатик что это? курочка ну что всем доброе утро у нас очередное утро очередного дня Дина у нас из вахта а на улице великолепный восход а с этой стороны туча которая только что прошла и нас облила причем может это и она всю ночь было сухо а вот прямо так сразу включили дождь когда так дремлешь где он накрывает вот сейчас мы вышли в зону когда уже начинает дуть причем это еще только-только самые первые ласточки но мы будем ими уже пользоваться потому что на моторе ехать достало вот вы видите сейчас мы сделали поворот и ветер он дует снизу и будет продолжаться мы будем идти вокруг таким большим кругом и поворачивать по ветру то есть у нас сейчас курс связан напрямую с ветром вот мы где-то посредине этой полосочки и вот оно будет вот так вот сюда увеличиваться где-то уменьшаться но поверху будет дуть все время мы будем пользоваться этой возможностью и пытаться этот ветер поймать давайте я вам покажу как утилизируется мусор то есть все что растворяется за борт а все что не растворяется типа пластика у нас есть вот такие вот бутылки которые остаются после воды и вот в эти бутылки мы складываем все пластиковые оберточки а большие бутылки у нас есть одна бутылка в которой оторвана вот здесь вот боковинка вот ножницами вот так вот нарезаются и вот эти вот части которые реально большие они идут вот сюда вот вокруг то есть мы так экономим много очень места потому что у нас остается столько мусор а вот здесь у нас есть вонючая баночка здесь пакетики из-под мяса то есть вот это открывается только когда идет звук сирены биохазард наша ванта уже сделана запакована и уже уезжает дейчель вот эта скорость мы два часа назад ее заказали а история на самом деле очень простая мы решили что спереди еще долгое расстояние и будет сильно лучше если мы будем идти на нормальной ванте так как мы находимся недалеко от галапагос то мы решили сделать эту ванту и прислать ее прямо на галапагосы но прикол в том что скорее всего на галапагосах нам дадут там 24 часа и нам нужно вот к нашему расчетному времени добавить это время чтобы мы успели ее забрать из дейчеля и поставить и уйти уже на нормальной ванте так вот вдумайтесь мы посредине океана заказываем ванту ее делают в литве правильно а делают ее в латвии там ее забирают привозят в литву и оттуда отправляют и она едет через весь мир на эквадор на галапагосы и там мы ее забираем через четыре дня вот такая вот странная история и все это возможно благодаря интернету в офшоре это очень странное решение и друзьям конечно так что спасибо всем друзьям кто помогли а друзьям которые это вообще заказали вы представляете какая-то огромная цепочка какой-то огромный процесс поэтому ребята спасибо вам огромное я вас не знаю но у нас есть человек который четко знает кто это был поэтому благодарочка от нашей всей команды очень большая и сейчас у нас вышло опять солнце лучше скорость покажи с какой мы идем это великолепие Дина шутку не оценила ну ладно солнце действительно у нас вышло ааа черт это наша скорость ветер но мы настойчиво ждем когда нас начнет тащить в нашу сторону нужным ветром мы легли в сторону легли не можешь бежать в сторону иди не можешь идти в сторону ползи а тут у нас Дина делает кефир у нее есть такие специальные закваски она его кладет в молоко и выставляет на солнце и чем жарче солнце тем быстрее происходит ферментация поэтому у нас есть кефир, ряженка, йогурт и еще целый набор всякого разного оно реально хорошее по вкусу причем не нужно каждый раз новую пачку сыпать берете когда выливаете его в стакан и потом оставляете один стакан переливаете в следующую пачку и так может хватать на много-много раз так у нас сегодня есть планы на приготовление ужина это у нас что будет вообще есть какие-то мысли все равно еда будет да или курица или курица мы сегодня курицу готовим ну по-моему да или мясо ну посмотрела курице в глаза теперь посмотрю мясо в глаза коровки коровки и будем тогда знать посмотрите как у нас красиво посмотрите как у нас красиво и и и и и и и видишь меня отличается музыка когда я делаю фильм поэтому мне не нравится их делать я перехожу на музыку ужасная история всем привет у нас утро очередного дня и сейчас у нас ревизия ревизия ресурсов и так поехали батарейка 89% идет активный заряд топлива 47% но мы уже идем на парусах AC работает это у нас Starlink вот так он потребляет 49-50 ватт так сейчас тут раскачаются наши солнечные панельки будет у нас немножечко побольше но самое важное мы вышли из зоны которая была моторная и теперь мы пришли в зону когда мы начали идти на парусах всю ночь мы уже идем на парусе он у нас зарифован хотя ветер конечно для этого слабый но это сделано для того чтобы не нагружать нашу ванту которая травмирована я больше чем уверен что с ней все в порядке и мы ее уже сделали отлично но нам нужно идти еще 300 миль для Галапагос а сегодня вторник а задача получить нашу запчасть в пятницу то есть нам нужно 3 дня поэтому на 3 дня нужно растянуть 300 морских миль а это скорость 4 узла вот собственно поэтому мы так и идем так посудомойку запустил не запускали ночью чтобы экономить электричество потому что днем у нас есть солнечные панели вот оно все работает сейчас от солнца а ночью мы бы работали от батарейки у меня утренний кофе идет не только для удовольствия еще и с пользой вот у меня тут две бутылки я тут уже нарезал огромное количество пустых бутылок а здесь у меня донышки и горлышки то есть так получается хранить ну очень очень большое количество мусора в очень маленьком объеме а ты что принесла тебе мандарин но я пока с кофе не буду чуть попозже мы связались с консулом Эквадора Литвы объяснили всю ситуацию он сказал что помочь хочет и может он так попросил что мы прислали свои паспорта документы лодки все это сделали теперь ждем ответа думаю что там все справится мы даже будем иметь один или два дня погулять по Галапагосту так мы обнаружили проблему у нас ванта которую мы обжимали была разжата теперь мы подходим к ней каждый час мы ее затянули еще раз полностью она села там еще на несколько оборотов теперь мы к ней подходим каждый час и проверяем так как у нас болтанка большая мы убрали паруса на всякий случай и сейчас вот просто наблюдаем за тем чтобы у нас нашей ванта не было никаких проблем чтобы она не распустилась не дай бог потому что такую качку мы ее не соберем до Галапагоста 181 морская миля мы идем под парусами ванта у нас таки выдержала мы там раз в полчаса ходили проверяли все ли хорошо мы ее вот обжали когда с вечера сейчас подойдем посмотрим еще раз очередные метки в общем все на месте ветер у нас 21 узел я думаю что когда он чуть-чуть стихнет чтобы не нагружать на ветреную ванту мы попробуем поставить паруса вот так бывает тоже скользко и нас пришла такая морозоустойчивая привет вон у нас еще до сих пор вода летит Дина что с тобой случилось покажи спину хорошо что ты меня прикрывала но плохо что я успел бы отпрыгнуть если бы ты меня не прикрывала какой пиздец из-за того что постоянно прилетает в лицо приходится вот уже вроде тепло можно в футболочке сидеть а нет вот люди сидят тепло одеты наверное мерзнут после зимы есть какие-то плавила у эксменов должны быть на лодке в непроме в непроме да то есть где-нибудь там на мартиник приезжаешь там плюс 35 люди шампанское пьют а ты такой на лодке в непроме и пошел не крутится сделал дело гуляй смело беги быстро труб катаем тут не так Дин сейчас нас смоют ну все все убежали все мы проверили ванту мы ее скрутили еще сильнее она уже не крутится вообще даже миллиметра не поддалась поэтому что ставим паруса Миндугас расскажи какие у нас новости по поводу заходов в Галапагосы Галапагосы нас ждут испекли пирог пирожок как это сказать пирог испекли и все теперь мы должны послать имейл сигналом бам-бам потому что мы 200 до до этого порта и тогда мы с ними свяжемся по рации когда будем уже достигаемости где-то 40 миль да? ну там на 20-40 миль где-то как получится да и когда они получат нашим имейл тогда нас будут ждать и они сказали что будет согласны нас держать столько сколько надо а нам надо по моему до поддельника мне кажется это хорошая новость потому что зная как это работает на Галапагосах я очень сильно переживал потому что они очень жесткие в плане заходов и если бы мы вот просто так зашли без связи через консульство я уверен что нас бы просто тупо отправили куда подальше а так как их предупредили через официальный авторитис и они нас ждут мне кажется это великолепно потому что нам нужно реально подчиниться то есть у нас там не просто так мы хотим зайти а у нас реально серьезная проблема и большие риски двигаться дальше с вот таким риггингом как у нас поэтому будем сейчас писать и мы так вот пришло то время когда у нас закончился ветер мы повернули вниз и собственно идем уже в столицу в Галапагос так ну что мы уже подходим к Галапагосам у нас до Галапагос еще 40 миль именно до столицы до Пуэрто Айора но я думаю что мы попробуем связаться с ними заранее чтобы быть а-ля молодцами поэтому я сейчас попробую по радио связаться ответят ответят нет миль через 20 еще попробую Пуэрто Айора под контроль Пуэрто Айора под контроль Сейлин Весел Мушу calling do you read me? over ну я думаю что не ответят потому что слишком далеко ну мало ли мало ли во всяком случае может быть какой-то хостгард будет слышать что мы их вызываем и у них будет какая-то отметка хотя я думаю что где будет ловить там уже и можно будет с ней пообщаться вообще на экваторе обычно ветра очень мало то есть если вот здесь еще хоть как-то есть потому что тут посад который идет вдоль нашей планеты чуть-чуть южнее экватора где-то 2 градуса он начинается даже наверное 1 нет где-то 2 градуса начинается то в других местах нашей планеты экватор это абсолютное безветрие и то что здесь чуть-чуть поддувает вообще удивительно но на самом деле нужно запастись терпением запастись топливом потому что на экваторе обычно всегда приходится моторить а ты чего не спишь? но экватор не могло пропустить вот люди встали специально в 6 утра между на половине своей вахты вернее как прошла вахта полчаса полвахты моей проспали и встали а потому что экватор экватор не ждет вот смотрите экватор вот уже вот чуть-чуть еще вот полоска вон ее уже видно вон на океане вот так вот проходит такая вот мы уже сейчас ее пересекаем и все ну вот поздравляю вас вы уже находитесь в южном полушарии а ты чего не ликуешь? ну мы уже в общем близко к Галапагосам смотрите вот это Санта Круз и здесь икорек это туда куда нам надо там до конца осталось 30 миль то есть до самого острова меньше 27 вот видите там вот облака вдалеке вот под ними уже виден контур земли это остров Санта Круз это первый остров на который мы идем который мы видим здесь на Галапагосах мы сейчас так достаточно серьезно газуем ну не то чтобы серьезно но кладбушки потому что нам нужно попытаться ну хотя бы не в полную чернь заходить чтобы хоть что-то было видно потому что заходить в новые места когда не понимаешь где там и как это будет немножко сложновато поэтому нужно вот вот очень хочется успеть ну вот сюда тут вроде как бы и недалеко а вроде как бы еще и далековато ну вот так выглядит Галапагос и такой низкий берег выветренный весь и большие волны которые в него бьются а вот там вот где видите заканчивается туча это Пуэрто Айора то есть это собственно столица всех Галапагос отсюда выходят все туры ну и вот мы туда едем потому что там вся инфраструктура которая нам нужна да ну что же это такое а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... К нам, кстати, приезжали только что агенты, начальник этой армады и сказали, что там нас напугали, что завтра будет инспекция и вот все вот эти вот вещи. Нырять будут, смотреть на корпус, смотреть на нету ли у нас жуков, тараканов. Но это стандартная практика, я так понимаю, при захождении на Галапагосы. Сейчас мы решаем через эмбасси, как нам, через посольство, как нам вот это все разрулить. Но я надеюсь, все получится, потому что сегодня пятница, нам дали 48 часов, а деталь приедет в понедельник, возможно, даже вечером. И нам 48 часов, ну вот вообще не устраивает. Поэтому завтра все будут решать, потому что сейчас уже ночь. Кстати говоря, самые профессиональные здесь, кто нас встретил, это был Костгард. На нормальном английском они общались, показали, куда нам встать, куда проехать. В общем, короче, молодцы, пока другие меньше молодцы, а Костгард больше. Ну что, доброе утро, у нас очередной день, мы находимся на Галапагосах. Низкий остров затянут дождевой тучей, которая так очень низко висит. Маленькие домики, просто разбросаны так рандомно по берегу. Стоят на якорь, где лодки. Вот там вот основной городской пирс, такой маленький. Рядом с ним офис Капитана Лиа. Заходит достаточно большой свэл, нельзя сказать, что супер здесь комфортно стоять. Волны там океанические, и лодки болтают, вот если посмотрите, где там Сафари, лодки стоят, когда они большие, они болтают тоже. А вот видите, сзади ездит маленькая зеленая лодочка. Это мусорник, сюда вот они приезжают, и можно выбросить весь мусор, который у нас есть. Ребята только что вывезли мусор, 3 доллара один большой пакет получился. Мусорник, спасибо. Мусорник, спасибо. Для оформления на Галапагосах нужен обязательно агент, который вам расскажет, сколько это будет стоить. Про ценообразование я вам расскажу в следующем ролике, потому что это очень смешная история, так как они формируют цены так, как они считают нужным в зависимости от обстоятельств. Это будет в следующем выпуске. Но в любом случае вам нужно будет пройти инспекцию. Ныряют, проверяют дно, чтобы не было грязное, чтобы вы на Галапагосы не завезли каких-то животных, флору, фауну из других регионов, потому что они очень сильно заботятся о чистоте экосистемы вокруг. Потом иммиграция, портовые все службы, армада и прочее, прочее. То есть у вас где-то на полтора часа развлечений, и после этого вам дают разрешение на выход на землю и вообще на пребывание в территориальных водах Эквадора и Галапагос. Но если вы платите большую сумму, и здесь мы говорим о тысячах долларов. Дополнительно по лодке проходит инспекция и проверяет, чтобы у вас не было никакой живности, никаких цветов. И у нас были апельсины, они попросили их на улицу не выносить, а просто убрать снаружи, внутрь, чтобы если он упадет в воду, то косточки нигде не проросли на берегу. Так, наши ауторитис, все уехали. В общем, нам выкатили сумму 1300. Это по самым скромным переговорным подсчетам. С ней мы не согласны. В общем, мы еще разбираемся, потому что так это обычно стоит 2500, но нам это вообще не нужно, потому что мы сюда заходим аварийно, и нам нужно просто починиться и свалить. Поэтому такие суммы, конечно, платить никто не будет. Так, что дальше? У нас есть задача, нам нужно постирать вещи. Поэтому нам сказали, канал Вечи в 14, зовут Марьяна, вызываем его по радио. Марьяна, Марьяна, Марьяна. Этот парк Мушу. Cambio. Впереди, Марьяна. Привет, Марьяна. Это пара, мы нужны лаванду. Этот парк, в центре, в каждом парке. Копиадо, копиадо, в порядке 15 минут. Перфекто, перфекто, 15 минут. Буэно. Грация устаёт. Грация, Толео. Короче, через 15 минут приедет Марьяна, заберет шмот стирать. Так это здесь работает. Приехала лавандария. Грация, Толео. Вот так вот здесь приехали, забрали шмот, завтра после обеда привезут. Тут выходит часть людей. У них такое прикольное макраме на всех пирсах из веревок и шлангов. Макраме, там если присмотреться, будет видно, что шланги и веревки. Итак, острова Галапагос или архипелаг де Колон. Многие думают, что это архипелаг Галапагос, но это совершенно некорректно. Находится в 1000 миль южнее Панамы и до ближайшей земли 1000 километров либо 600 морских миль до Эквадора. Включает в себя около сотни островов, среди которых всего несколько больших и огромное количество маленьких, размером иногда даже с камень, торчащий из-под воды. Столица Пуэрто-Айора, именно отсюда выходит большинство туристических маршрутов, находится на острове Санта-Крус. Ежегодно Галапагос посещают около 200 тысяч туристов. Ну и собственно на это рассчитана вся инфраструктура, которая есть на острове. Основные направления туризма это эко-туризм, дайвинг, пеший туризм, берг-вотчинг и другие наблюдения за животными. То есть на островах огромное количество эндемиков, как флоры, так и фауны. Можно встретить морских черепах, сухопутных черепах, морских и земноводных игуан, морские котики и вообще огромное количество разнообразных птиц, которые нашли себе пристанище на этих суровых островах. Климат в среднем экваториальный, то есть зона низкого давления, постоянно идут дожди и вообще погода такая не самая бесцеприятная. Средняя температура годовая от 26 до 30 градусов, то есть как и любых островов, которые находятся на экваторе. Кстати говоря, галапагосы являются частью Эквадора, а Эквадор получил свою независимость в 1822 году от Испании. Галапагосы впервые появились на картах Жерара Меркатора, ну и естественно нужно сказать про Чарльза Дарвина, который был в своем путешествии на этих островах. очень важно отметить, что будучи всего 5 недель в 1835 году Чарльз Дарвин, кстати, ему тогда было около 25 лет, если я не ошибаюсь, он увидел такое количество разнообразных животных, птиц, флоры и пауны, и именно нахождение на острова Галапагос вдохновило его на создание теории эволюции. Поэтому на Галапагосах очень много улиц, островов, названий каких-то культурных центров имени Чарльза Дарвина. Меня иногда спрашивают, зачем нужен задний якорь. Давайте я вам сейчас покажу. Вот, у нас идет очень неприятный боковой слайл. Для того, чтобы его убрать, мы сейчас будем бросать задний якорь. У нас есть вот дельта 25-ти килограммовая, на переднюю часть мы привязали серую веревку на небу и фендер, а на задней у нас просто веревка, которая будет на заднюю лодку. Здесь глубина 5 метров, мы свалили еще метров так 30 и сейчас наша задача вот растянуться на всей этой цепи и мы вот я включил заднюю передачу мы просто тупо едем назад и нам нужно подъехать вот к той лодке. Вот едем пока у нас не перестанет работать цепь. Так, и вот сейчас мы почувствовали уже почти рывочек, то есть это значит, что лодка остановилась и уже натянулась полностью на цепи. Вот так якорь у нас ушел на дно и сейчас мы натягиваемся немножко и все и стоим сейчас Дина будет подтягиваться. Ну вот все мы убрали поперечную качку стоим вот у нас идет свел и мы стоим к нему мордой поэтому все великолепно. Так, вот у нас люди приехали с берега как вам там? Очень красиво очень красиво много детей все гуляют все прыгают в воду так кажется что они там живут постоянно в воде вот а цены это очень дорого ну простое вино у нас в Литве там стоит 8-9 евро тут стоит 27 долларов 30 долларов бутылка вот пиво выпили пиво 2 бокала с Кристиной 10 долларов ну так серьезно с ценами я думаю местные столько не платят точно как вам вообще на берегу тепло красиво немножко мокро ну заходите как меня уже достала эта унылая погода на Галапогосах это просто какой-то кошмар тут постоянно идет дождь постоянно то есть он солнце мы видели раза два у нас уже начались проблемы с нашими батареями сегодня начали БМСки отключаться потом солнце взошло ну как солнце через тучи взошло и стало немножечко полегче то есть он хотя бы перестал отрубаться сейчас все проснутся наверное запустимся будем заряжаться но народ 2 киловатта солнечных панелей мы разряжаемся обычно ночью от луны они работают какой кошмар ждем эту деталь вчера она не приехала вернее нам сказали что она приедет везде по трекингу должна была быть но нет сейчас будем разбираться с главным офисом но у нас еще так как батареи просели отключился интернет ну короче все это вместе печальная история нормально там у вас заберите в багажнике какой-то вольный боже мой подожди подожди нам еще в магазин надо пиво и вы едете мы приедем вот вам фотка яйца не побейте говорят ванта приехала да так и говорят мы не знаем пока что это такое ну выглядит как ванта ну что давай нет времени объяснять надо какой-нибудь нож знаешь есть смотри да где другая вот другая есть подозрение что нету там это металлическая штука ну если что мы снимем со старой это не проблема так вот раз вот это есть это есть на выходе из Галапагос нужно проходить чек-аут приезжают все портовые службы иммиграция порт-контроль это же армия или у них называется армада обязательно агент оформляют все документы на выход в общем с этими бумагами мы имеем право выходить из Пуэрто-Айора так ну что друзья мы готовы к выходу у нас сейчас я вам покажу нашу великолепную ванту новенькая красивенькая стоит с той стороны мы поставили нашу старую ванту в общем мы готовы к выходу сейчас еще выпьем утренний кофе и начнем двигать потому что уже сколько можно сидеть на этих Галапагосах итак несколько слов про Галапагосы вы знаете что заходить на Галапагосы всегда было дорого и большой мозго имение обычно зайти стоит где-то около двух с половиной тысяч долларов это если вдвоем и еще по 250 на человека если у вас в команде людей больше итак мы говорим о том что в районе трешки вам обойдется заход на Галапагосы но так как мы заходили аварийно нам дали 48 часов 48 часов мы простояли бесплатно но не было возможности выхода на берег мог выйти на берег только капитан нас это не устраивает потому что мы ожидали посылку и так всеми правдами и неправдами всеми диалогами мы пришли к тому что на самом деле что мы выяснили что на Галапагосах цены абсолютно рандомные они выставляются просто на усмотрение того кто к вам на лодку приходит то есть вообще полностью от балды есть какой-то там унифицированный прайс но вы его всегда можете обсуждать они на это крайне неохотно идут у вас должны быть серьезный аргумент нам сказали в итоге пересчитав все вводные и проверив лодку на обрастание там на все нам сказали 1350 долларов нам обойдется заход что уже в принципе неплохо потому что это считайте в два раза уменьшили прайс от исходного но не все так однозначно мы не согласились сказали что у нас авария денег нет поэтому извините будем находить способы там через посольство через консульство через кому угодно решать наши вопросы в итоге ничего никому не заплатив все уехали заплатили мы только 50 долларов за их доставку и сказали что сейчас чуть попозже все порешаем но и мы стояли так неделю периодически нам писали о том что мол вы еще здесь надо бы легализоваться в общем мы сказали что мы уже уходим и мы договорились о том что нам делают царпы это порт авторитис и нам нужно заплатить иммиграцию и того у нас получилось 380 долларов мы заплатили порт авторитис 80 по 20 человек 20 долларов человека за иммиграцию и 50 за доставку всех служб к нам на лодку а их реально много там человек 10 приехало короче считайте в районе 500 долларов нам обошелся заход этот на Галапагосы при том что мы в принципе если бы мы прошли иммиграцию раньше мы могли бы до 20 дней условно стоять там без каких-либо дополнительных проблем но это все очень сложно если бы я захотел зайти на Галапагосы я бы однозначно нашел бюджет и пошел бы туда просто в обычном режиме без вот этих вот всех танцев с бубнами и рассказами о том как нужно что мы поломались и прочее но у нас реально была поломка мы ждали Ванту но если вот таким способом заходить то просто не будет говорю сразу будет куча геморрой и и и и и и и и